который называется ваи шеф сегодня вот шаббат и я делаю такую трансляцию на канале ютуба а перед тем я успел уже сделать небольшую трансляцию короткую такую совершенно трансляцию на своем основном канале facebook на моей странице 1 странице facebook там три страницы значит на основной я всегда публикую чаще всего насчет и потом ссылками бросаю на те основные страницы вот писать мне принципе можете на любой из этих трех страниц но желательно на основную писать потому что там и я но я и получаю здесь их эти сообщения быстрее так гораздо отвечаю а там я могу раз там неделю или даже бывает раз в месяц значит имея возможность ответить вот как то так так что шаббат шалом всем друзья братья сестры уже зажигал сегодня свечи когда солнце садилось вот как вот в уставе в типиконе до православном говорится прежде захождение солнечного и дальше рассказывается что-то насчет в колокола звонят значит оповещая значит о начале нового дня и служение нового дня сегодня допустим во всех храмах православных по всему лицу земли уже ну по всей руси по крайней мере здесь вот допустим в любой храм можете прийти сегодня уже с субботнее служение чтение субботнего дня вот потому что эта традиция библейская традиция она была перенята и нами православными христианами значит с библейского еще иудаизма и со слова божьего с библии я считаю очень важно сохранить эту преемственность потому что не у протестантов не у католиков такого не сохраняется такой преемственности как у нас православие вот я считаю это великий дар божий который нужно приумножать сохранять и передавать дальше потомкам слава богу вот и тем более что да значит все то доброе что есть наши конфессии в наших деноминациях нужно это все сохранять и приумножать и дальше передавать слава богу да вот вопрос учились традиции самостоятельно самообразованием занимался всегда я знаете ли еврейскими традициями интересовался я тоже самого начала еще семинарской скамьи это были еще советские годы восьмидесятые годы тогда правда это все было так вот ну как сказать под запретом не как некоторым ну сами понимаете в советском союзе был запрет на сионизм на изучение даже иврита но в семинарии кое-что я узнавал как раз мне это было всегда интересно вот о своих еврейских корнях я мало знал даже честно говоря мало интересовался потому что по отцу я еврей по матери тарин вот значит и моя отцовская родня она совершенно открещивалась от всяких корней вот поэтому мое изучение было самостоятельным оно было связано именно действительно желанием познавать вот даже ту же самую православную литургику потому что знаете ли даже вот я уже выше сказал да то слышал что в основе православной литургии синагогальные служения находятся да и второе и первое это храмовое служение иерусалимского храма второе это синагогальное служение то есть чтобы понять правильно православную литургию просто-напросто необходимо знать более или менее хотя бы хорошо храмовое служение иерусалимского храма и служение синагоги поэтому мне Мне было интересно, довольно многие праздники. Знаете ли, православие, в отличие от всех других христианских конфессий, оно несет в себе очень много традиций библейских, традиций иудаизма библейского. Наверное, нет на земле больше такой христианской конфессии, которая могла бы похвастаться таким богатством, как православная церковь. Я, честно говоря, на сегодняшний день знаю уже, ну, добрую сотню, наверное, различных христианских конфессий, динаминаций, так более или менее хорошо уже знаю догматику, практику богослужебную, потому что уже больше 20 лет плотную общаюсь с христианами очень разных конфессий, разных динаминаций. От ультра-ортодоксальных до ультра-либеральных, от ярко-харизматичных до консервативных, очень различных христиан я знаю и различные служения. Но до 96-го года я не знал никакой другой христианской конфессии, кроме православной. То есть я вырос в православной традиции, воспитывался, воцерковлялся, будем так говорить, воспитывался в церковной среде, хотя мое полное служение в православном храме начиналось 30 лет назад, получается. Уже 30 лет я являюсь церковнослужителем, христианским православным церковнослужителем. Это как бы, может, не так много, но уже и немало. Знаете ли, 30 лет это уже какой-то довольно большой период времени. И вся моя жизнь сознательная, она так или иначе связана с церковью православной. Но последних 20 лет я тружусь как именно реформатор, как обновленец. Так вот, и если до 96-го года я не общался вообще с христианами других конфессий, динаминаций, то вот именно с 96-го, с конца, особенно 96-го года, я плотно стал общаться с верующими очень разных конфессий, динаминаций. И не жалею об этом. Я очень даже, наоборот, рад, что мне так вот, знаете ли, выпала такая честь. Шалом, брат Сергей, семья Татьяненко, да, шалом, приветствую. Соскучились за эфирами. К сожалению, не всегда имел я вот это все время, знаете ли, выходы в интернет и технически. Не всегда я имел такую возможность. Тоже молитесь об этом, хорошо? Хорошо. Если вы в Киеве или в Киевской области, если есть возможность как-то посодействовать, значит, или пожертвовать, там, ноутбук, или, значит, нужен и то, и то. И хороший ноутбук, именно не такой, как сейчас у меня, вот, который все время виснет, и, значит, и от него толку, особенно, такого нету. Только текст набирать. Я работаю с текстом на нем. А вот, чтобы можно было и видео, чтобы можно было обрабатывать видео, значит, нужен ноутбук такой и нужен стационарный компьютер обязательно, чтобы было. Потому что в нашем сейчас епархиальном управлении, офисе, будем так говорить, это на левом берегу, это, значит, улица Киота. Простите. Улица Киота, 11, вот там как раз, собственно, с января месяца я там же буду проводить семинары, значит, на улице Киота. Поэтому, если будете в Киеве, то с середины января жду вас на вот такие семинары, значит, открытые будут публичные семинары. И если все получится вот так технически хорошо, то тогда я сделаю, даст Бог, эти семинары и вот онлайн, чтобы можно было так вот в эфире, в прямом эфире тоже. Потому что там, ну, сколько человек может разместиться, я не знаю, ну, человек 30, наверное, так, я думаю, так, ну, максимально так. Чтобы это было, ну, не стесненно было, так вот, нормально. Думаю, человек 30 можно разместить там, чтобы и в коридоре, и в комнате там большой разместиться всем нам. Вот, но, а с помощью вот интернета, через прямой эфир, я имею возможность, вот, хоть сотни, хоть тысячи людей могут смотреть и вот так вот онлайн, и в записи. Так вот, я рассказываю о служениях, и вот, конечно, служения православные, оно, к сожалению, да, вот, я об этом тоже много рассказываю, чрезвычайно наполнено всевозможными ересями, я имею в виду традиционные православные служения, литургии, всенашние. И другие служения, знаете ли, наполнены оккультизмом, всякого рода ересью, но, знаете ли, вот задача наша, как вот именно реформаторов, евангелистов, православных миссионеров, именно почистить жемчужину эту, очистить ее от этой грязи, знаете ли. А даже если этот бриллиант, этот драгоценный, знаете ли, этот камень драгоценный, это же жемчужина бесценная. Если даже она в грязи валяется, в мусорном ведре каком-то, в грязи, в навозе, то она от этого не перестанет быть жемчужиной драгоценной. Просто нужно отмыть ее, доставить ее, отмыть ее, вот, и прославить Господа этим самым, слава Богу. В этом и заключается реформация. Есть деформация, есть реформация. Ну и по поводу вот заданного вопроса о еврейских корнях, традициях, вот, именно 20 лет назад, став реформатором, обновленцем, то я этой темой задался еще более плотно, потому что уже не просто для лучшего познания православной традиции, не просто для изучения праздников, не просто для изучения традиций, для уже своего христианства, своего личного, своей личной веры, уже для того, чтобы, действительно, через эти празднества, через эту традицию еврейскую, именно иудейскую, библейскую традицию, действительно, лучше увидеть образ Бога, Его черты, явленные в Слове Его, в Библии Его Святой. Слава Богу! Благословляю всех вас, дорогие друзья! Сегодня, вот, я провожу, таким образом, это включение, прямой эфир. Я не уверен, кто сейчас, ну, я вижу, некоторые люди подключались, и подключаются, вроде как. Надеюсь, моя семья тоже подключилась уже. Супруга моя, драгоценная, Инна Сергеевна, детки, Настя, кто, я не знаю, маякните как-то, дайте там в сообщениях знать. Вот, кстати, а, телефон, а, я же не могу даже, потому что воспользуюсь, потому что это прямо с телефона сейчас идет. Хорошо, ладно, благословляю всех вас во имя Господне, и скажу, что этот шаббат, эта суббота, она особенная. В самом начале еще, я об этом рассказывал, ну, как бы перед официальным таким включением, когда читал из Торы, я читал из Слово Божьего, как раз вот, значит, из Пятикнижной Моисеева, то чтение, фрагмент того чтения, которое, в общем-то, вот, в эту субботу завершается уже, Майя Шеф. Но эта суббота, она действительно, да, вот здесь, семья Садовых, шалом, приветствую, семья Садовых, шалом вам тоже. Вот, значит, и, да, и тоже, паки-паки, что называется, напоминаю, что, значит, в середине января будет, да, здесь тоже сообщения пришли уже, мессенджеры. Значит, в середине января будет семинар мой в Киеве, значит, нашей Киевской архиепископии. Поэтому жду всех, но я более подробную информацию, адрес, там, телефоны, все там эти контакты выставлю чуть позже, хорошо? Сейчас я работаю над сборником статей, чтобы вот к началу этих вот занятий напечатать, как раз распечатать некоторые материалы. Вот, я думаю, это будет очень полезно и для тех, кто будет присутствовать на уроках, открытых этих публичных уроках, или же, ну, а кто не сможет присутствовать, то через, вот, онлайн храмовое служение нужно ставить или нет, а православное служение, а об этом вот стоит поговорить чуть попозже, правда. Вот, значит, и над этим как раз работаем мы, собственно. И я работаю, и наши священники над этим работают. Вот, и, кстати, очень-очень хороший вопрос. Поэтому, значит, стоит об этом даже на семинаре, вот именно в церкви у нас, стоит об этом даже, ну, внимание такое заострять время от времени. Потому что многие интересуются, вот, христиане разных конфессий, разных динаминаций, порой интересуются действительно, вот, значит, как вот мы православные евангелисты, миссионеры, реформаторы, вот, православные христиане веры евангельской, библейской веры, видим дальнейшие служения. Ну, мне, как архиепископу, конечно, пристало, безусловно, первым ответ держать за все это, значит, действительно, разъяснять все это, вот. Ну, и я как могу разъясняю, что действительно, как вот ссылаюсь на опыт отцов в церкви, ссылаюсь на митрополита, святителя Филарета Дроздова, который в девятнадцатом столетии, он ревновал о, будем так говорить, некоторых реформах, ревновал о, в частности, о переводе Библии на русский язык, так называемый синодальный перевод, он появился благодаря, во многом благодаря его деятельности. Потому что именно святитель Филарет Дроздов, он всю свою жизнь, по сути, положил ради этого благого дела, чтобы русскоязычные люди в империи тогдашней российской имели возможность такую читать Библию на своем родном русском языке. Это, конечно, ну, его величайшая заслуга. Но, в принципе, я так понимаю, что большинство современных христиан, кроме этой заслуги, обычно, как бы, ничего не могут вспомнить из жизни Филарета. А жаль, потому что этот человек, Филарет Дроздов, митрополит московский и тогдашний, в девятнадцатом веке, он поднимал вопросы, над которыми сегодня мы, православные обновленцы работы, над которыми работали обновленцы православные в начале двадцатого столетия и над которыми работаем сегодня мы в начале двадцать первого же столетия. И вот по поводу там и литургики, по поводу храмового служения, по поводу преданий церкви православной, ему задавали вопросы. Тогда, обращаю ваше внимание, это девятнадцатое столетие, это условие царского самодержавия. Знаете ли, церковь не была самостоятельной, она была подконтрольной абсолютно полностью, беспрекословно подконтрольной царскому самодержавию. И даже в своде законов Российской империи было обозначено, в то время, в 14 томе, в преамбуле, было обозначено, что главой церкви является его императорское величество. Представляете, это было даже на государственном уровне, законодательном уровне, было все это закреплено, утверждено. И также в церковных актах и многих других государственных документах это было обозначено. Так вот, и Филарин Дроздов поднимал вопросы о реформах церкви православной. Конечно же, это он поднимал очень деликатно, очень осторожно, но, однако же, очень эффективно и очень эффектно. Шаббат шалом, любовь Господа наполнит вас, аминь. Татьяна, да, Зинчук, да, приветствую вас тоже, слава Богу, очень рад, что пишете мои, вот как бы и шаббатствуетесь, шалопствуетесь, слава Богу. Так вот, и Филарета спрашивали по поводу преданий, потому что он сказал такие слова, говорил ученикам, семинаристам, будущим священникам, и не только будущим, но и уже священникам православной церкви российской и тогдашней. Он говорил так, что в православной традиции, практике, да, и теории практики сохраняются как истинные предания, так и ложные предания. И на это ему возражали, и спрашивали его, говорили, ну, Владыка, ну как же нам различить, если в православной нашей церкви сохраняются как истинные предания, так и ложные предания, как истинная традиция, так и ложная традиция. Как же нам отличить, где истина, где ложь? И тогда свидетель, этот муж Божий, говорил такие слова, что есть вернейшее, говорит, пророческое слово, Библия, Божье слово. И то предание, говорит, нашей православной восточной церкви, которое противоречит духу и букве Писания, является ложным. От него нужно избавляться будет, рано или поздно. А то предание и практика нашей восточной православной церкви, которая является, ну, подтверждённой этим словом, да, значит, не противоречит духу и букве Писания, то является истинным. Его надо сохранять, приумножать и передавать дальше потомкам. Ну, это было в 19-м столетии, напомню, середина 19-го столетия. Вот, время царского самодержавия. И в то время о реформах, о реформации вообще просто-напросто, ну, немыслимое дело было заикаться даже. Знаете ли, это, конечно, геройский, даже вот героический поступок, даже его эти слова, его эти заявления, является героическим его подвигом. Но до практических деяний у него, ну, просто-напросто, ну, не то, что не доходили руки, а не было возможности даже в то время ему, значит, делать практически эти реформы. Но, сразу после падения царского самодержавия, кстати, даже не только, не, не только, еще даже до падения царского самодержавия, до освобождения церкви от такого гнета царизма, знаете ли, уже были первые ласточки обновленчества. Я хочу напомнить вам об, из истории христианства нашего православного восточного, хочу напомнить вам события революционные 1905-1906 годов. Да, те самые события трагичные, конечно, с одной стороны, с самого начала, значит, 1905 года, знаменитое Кровавое Рождество, или обычно мы его называем Кровавым Воскресеньем, это было, рождественские были дни, святки, святые дни, вот, и это было как раз рождественские, да, святые дни, значит, и в нашей православной традиции празднуем мы. Вот, и это было воскресенье, выходной и праздничный день, двойное такое получается и воскресенье, и Рождество, значит, и свыше 150 тысяч рабочих вышли на молитву покаяния и примирения, молитвы за Россию, это было впервые вообще в истории Российской империи, такое огромное шествие рабочих, шли с иконами, с хоругвами церковными, значит, с портретами царя, царской семьи, люди молились, люди шли, оделись нарядно, празднично, взяли своих жен, многие детей, шли как на праздник, потому что знали эту молитву, сам царь разрешил эту молитву, вот, министр внутренних дел одобрил маршрут, выделил жандармов, полицию, ведь шутка ли, 150 тысяч официально было зарегистрированных участников этого шествия, этой мирной демонстрации, вот, значит, и, значит, плюс еще жены, дети, многие взяли с собой рабочие, вот, значит, и это огромное шествие, не знала столица тогда, Петербург, не знал до того такого огромного шествия на молитву покаяния, молитву примирения за Россию, ни один храм не мог поместить такое количество людей верующих, поэтому все шли, вот, как раз по этому маршруту, обозначенному министром внутренних дел, значит, да, как бы, никому даже в голову не приходило, там же были иностранные журналисты, там, как бы, никому в голову не приходило, что царь не выйдет, обманет, народ свой дико просто кинет, как говорится, знаете ли, штандарт был вывешен над Зимним дворцом, как будто бы он там находится, значит, на самом деле это был обман, император тайком покинул дворец, значит, оставив штандарт поднятым, сбежал из дворца, вызвал тайно такие карательные подразделения, такие, которые, как говорится, мать родную бьют, глазом не моргнут, раздали им патроны боевые, значит, и водку, значит, и готовили их к бойне, просто-напросто, и когда народ шел, то увидели войска, значит, и вышли жандармы, полицейские, офицеры старшие для переговоров с офицерами военными, вот, потому что были и жандармы, и полиции были в недоумении, как же так, это же официальное шествие, одобренное министром внутренних дел, императором самим, все, вот, значит, и когда эти офицеры старшие стали подходить, подъезжать, значит, к войскам, то армия открыла огонь на поражение, и это было страшным, конечно, убийством, десятки полицейских были ранены, убиты, значит, жандармы, старшие офицеры погибли, сотни, даже тысячи рабочих пострадали, значит, были убиты, вот с этого события, когда царь стал, будем так, преступником, убийцей своего же народа, который шел на молитвы, вместо молитвы покаяния получился не просто, там, скандал или что-то еще, если бы он просто не пришел бы, это был бы просто скандал был бы, знаете, просто люди сказали бы, ну, нечестный царь, и все, а здесь они увидели, что царь убийца, значит, простых людей, значит, и он ни во что ставит, ни что, ни бога, ни людей, ни что, молитву не уважает, и, в общем-то, как бы и уже пошли революционные события начались после этого, но я не об этом хотел рассказать, я, значит, к тому, что именно во время этих трагических событий 1905 и 1906 годов, уже больше 100 лет прошло, дамы и господа, братья и сестры, как раз именно в Санкт-Петербурге тогда, и потом в Петрограде уже переименованном, как раз зачиналось православное наше вот это обновленчество, православное реформаторское движение тогдашнее, вот, в Колпино, в частности, и в самом Петрограде, и как раз в 1905 году Союз 32, если вы помните из истории христианства, из истории церкви, Союз 32 петроградских священнослужителей православных, значит, образовался такой, ну, его окрестили так, они себя так не называли изначально, Союз 32, их так окрестили в прессе, потому что они издали в то время такое послание, будем договорить, послание, говорившее о необходимости реформ в церкви, по крайней мере, отделение от государства, от контроля этого жуткого, чтобы церковь православная, наконец-то, была свободной от, знаете ли, тотального контроля со стороны государства, чтобы Кесарю Кесарева Богу Божьим было, как вот в Библии говорится, собственно, потому что без этого церковь это просто блудница, а никакая нет церковь, без этого церковь просто ноль без палочки и лишь одно наименование, одна пустышка, формула, форма, вернее, извините, форма, мавзолей такой, знаете ли, вот, вот так вот, дамы и господа, но уже в 1906 году было 47, по-моему, уже этих священнослужителей, ну и, конечно же, в 1916-17 годах, в 18-м году в Колпино, тогда под Петроградом, ныне это один из районов Санкт-Петербурга, я там бываю, проповедую Слово Божье, у меня там много друзей и в Колпино, и в Петербурге, и, знаете, я удивляюсь, конечно, что, да, именно там, на берегах Невы, люблю Петра Творения, понимаете ли, вот, именно там, на берегах Невы, и Жоры, и Невы, зачиналось православное реформаторское наше движение, православное обновленчество, вот, и, в общем-то, да, хотя зачиналось там все, зарождалось, вот, зачиналось, зарождалось, развивалось, но родилось движение не в Петербурге все-таки, при всем уважении к Питеру, мне, может, хотелось бы, чтобы в Питере так произошло, город свободы такой, знаете ли, многоконфессиональный город, но произошло все в Москве, да, в Москве произошло все это в 1923 году, уже время Советского Союза начало, время уже советской истории, значит, в 1923 году в храме Христа Спасителя в Московском, тогда еще не взорванном большевиками, они-то взорвали его, как раз, желая просто-напросто подрубить под корень православное обновленчество, реформаторское движение, потому что храм Христа Спасителя, до того, как его взорвали, он был целью, он был, знаете ли, был цитаделью главной православного обновленчества, православно-реформаторского движения, так вот, дамы и господа, и там, во время второго уже поместного собора всероссийского православного, вот, и де юре уже, да, родилось наше движение, так что в 2023-м даст Бог жизни, если Господь раньше не придет, то, значит, отметим столетие, вот, именно юридического уже такого начала, официального начала православного обновленчества, православно-реформаторского движения, слава Богу, вот так вот, ну и, что скажу, конечно, этот шаббат, он, эта суббота, она посвящена таким, ну, главным темам, во-первых, ну, это День Господний, да, это само собой, даже, вот, я хочу сказать о главных атрибутах, напомнить вам шаббата, значит, да, расскажу сейчас, вот, но две еще такие главные темы этого шаббата, во-первых, да, уже названных сегодня в самом начале, что Иерусалим официально уже объявлено, да, значит, что наконец-таки не только нам, евреям, но и уже всем народам Земли было заявлено во всеуслышание лидером свободного мира, президентом Соединенных Штатов Америки, было заявлено официально на самом высоком уровне, что Иерусалим, на самом деле, нужно посмотреть правде в глаза, фактом, библейским фактом, в конце концов, что Иерусалим это и есть еврейский город, Иерусалим это и есть столица еврейского государства Израиля, вот, и это, конечно, событие очень такое важное, историческое событие, по-настоящему Бениамин Натаньяху об этом как раз и говорил, вот, значит, и многие другие, Виктор, и многие другие, в общем-то, братья об этом говорили, но верующие разные конфессии об этом говорили и говорят, вот, я об этом проводил эфир тоже, значит, и, также, значит, этот шаббат, он предханукальный, предханукальный шаббат, то есть, он посвящен как раз приближающемуся празднику Ханука, празднику обновления, потому что уже в эту среду, да, первый день Хануки, то есть, во вторник вечером, 12-го числа, в нашем вот календаре, гражданском календаре, 12-го декабря вечером будем зажигать первые ханукальные эти огни праздника, и с 13-го числа до 20-го декабря в этом году выпадает как раз празднование праздника обновления, праздника Ханука, значит, но в библейском лет исчисления это получается от всегда в одно число, да, 25-го числа месяц Кислева до 2-го Телета, вот такая история, но об этом уже в следующем эфире, я думаю, что и сделаю еще прямые включения, и, наверное, завтра получится вечером тоже включение, вот, и в воскресенье вечером, постараюсь выходить все-таки, выходные дни, вот, пятница вечер, суббота вечер и воскресенье вечер, молитесь, короче, за устройство, за вот возможность такую и техническую, и материально-техническую всякую, да, благоставляю всех вас, дорогие друзья, вот, ну, а вкратце об атрибутах главных шабата, вот, у меня здесь халы, халы, ну, мы обычно это знаем как плетенки, плетенки, да, плод виноградной лозы, что нужно для еврея, да, для начала шабата хлеб, вино, елей, да, вот хлеб, вино есть у меня здесь, значит, елей тоже есть, кстати, вот, да, значит, и две свечи, да, значит, кстати, и для причастия, и для кедуша обычно используем не алкогольный вино, а сок виноградный, это, ну, более, так вот, думаю, гуманный, щадящий, практичный, вот, в частности, вот, фруктовый сад такой здесь есть, такой, да, вот, купил, попробую, виноград, написано, вот, значит, есть другие всякие, сандора, там, там, еще какие-то соки есть, вот, значит, ну, все-таки лучше, или кагор мы берем, значит, ну, если, чтобы он был все-таки не крепленный, так, вот, чтобы это, это не для пьянства, это действительно, это вот хлеб, вино, елей, да, по Библии, как, ну, значит, две плетенки, почему две, ну, тоже интересная традиция, потому, что в пятницу выпадало нашим отцам, когда вышли из Египта и странствовали по пустыням, то, значит, выпадала двойная порция, знаете ли, добавка еще от Бога, выпадала манны, мана, это хлеб ангельский, который ел человек, удивительная история, один раз описывается в Библии, такой пример, удивительный, конечно, на протяжении сорока лет, отцы наши ели хлеб в пустыне, хлеб ангелов, наверное, ангелы были в шоке, как так, мы едим этот хлеб, и вдруг, Всевышний Бог, кто даешь этот хлеб, людям есть, да, Бог так распорядился, я не знаю, в Библии же рассказывается, что и наш земной хлеб, ангела, тоже не брезгует, как бы, поесть, вспомним Авраама, вспомним другие истории, да, значит, когда ангелы могут преломлять хлеб с нами есть, значит, но, когда мы едим ангельский хлеб, это вот было потрясающей историей, и Библия рассказывается, что мана, манна, как мы говорим еще, значит, произносим, она была на вкус, как лепешка с елеем, а в другом месте говорится, как лепешка с медом, представьте, мед, вино, елей, значит, все это вот, очень интересное блюдо, я так понимаю, плод виноградной лозы, виноградный сок, да, вино, оно означает виноградное, божье обеспечение, радость божьего обеспечения, божье процветание, вот, тем более в новозаветную эпоху, слушайте, дамы и господа, ведь Иешуа Машеах, Иисус Христос, он действительно не просто даже жизнь нам дает свою, а жизнь с избытком даже, вот так вот, ну, и две свечи, Леха Дуди, да, Леха Дуди, есть старая песня такая, еврейская, очень хорошая на эту тему, значит, Леха Дуди, да, значит, мы зажигаем две свечи, но зажигаем и больше свечей, я люблю, когда много свечей горит, вот здесь купил я две таких таблеточки, одна уже прогорела, другая прогорает, ну, и две таких красивых, таких, ароматичных свечей, вот, и две свечи, почему две свечи зажигаем мы, можно и больше, но две точно надо, по традиции, помни и охраняй, помни и соблюдай, мы так говорим, помни и соблюдай, в этом таинство, действительно великое таинство, ведь, когда Бог Всевышний, именно де юре, не де факто, как я говорил выше, да, о шаббате, который всегда был известен в человеческом роде, будем так говорить, больше или меньше, но был сохраняем и известен, но де юре, это произошло только лишь в 20 главе книги Исхода, и дальше мы читаем, при повторении закона, да, значит, и там говорится, помнить день субботний и соблюдать день субботний, вот, и в этом огромный такой духовный посыл для всех нас, все дни нашей жизни, все шесть дней, которые Бог нам отвел для работы, мы должны помнить об этом шаббате, об этом дне Господнем, и утешаться, и радоваться этим, на самом деле, вот, но и соблюдать мы должны, вот, поэтому я даже некоторым христианам говорю, даже если вы не соблюдаете, хотя бы помните, хотя бы об этом, хотя бы помните, вспоминайте об этом, вот, а следующий шаг, учитесь его и каким-то образом, действительно, соблюдать, как можете уже, вот, знаете ли, конечно, не ритуальное наше соблюдение шаббата важно сейчас для нас, новозаветных верующих, в отличие от ветхозаветных верующих, новозаветным нам верующим, наш господин шаббата, сам Иисус Христос, сам Иешуа Машех, Ему вся слава и хвала, вот, и Он освящает этот шаббат своим присутствием, особым присутствием, пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Кедуш, да, кедуш поднимается, да, берем немного халы, ломаю ее, вот, халу, произношу, шаббат шалом, плод виноградной лозынь, шаббат шалом, друзья, субботний мир. Благословенный Бог наш, давший нам хлеб из земли, и благословенный Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Благослови, Господь, Боже, Боже, а мы, новозаветные верующие, мы преломляем хлеб и поднимаем бокал с виноградным этим сейчас соком, Боже, плод виноградной лозы, Боже, я как новозаветный верующий благодарю Тебя, Господь. Всякий раз, когда я ем и пью, я смерть Господню вспоминаю. И благодарю Тебя, Господь, что ранами Твоими я исцелен, благословлен, обогащен, исцелен, совершенно спасен. Дух, душа и тело, спасибо Тебе, Господь, за все. Во имя Христа Иисуса, Бешами Ишуа. Амин. Так что, шалом всем, друзья. Благословляю всех вас и семью, надеюсь, сейчас как раз и подключились уже, и подключались мои домашние. Так что, всем привет огромный, благословляю всех вас и пою благословение. Да, значит, и по поводу эскадологических таких комментариев о событиях этих времен, я думаю, что уже очень много было сказано в эти дни. И я говорил об этом, значит, уже и публиковал информацию не раз и не два уже об этом, значит, что действительно мы живем в историческую эпоху. И это действительно, как Бенджамин Антоньяху говорил, значит, как раз Трампу, что это действительно история творится прямо сейчас. Библейская история, живая Библия, прямо сейчас раскрыта перед нами. Слава Богу. Благоставляю вас благословением священников. Да, благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас, Киевская архиепископия Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Божьей милостью, архиепископ Сергей Жавлев. Мир всем вам. Ну и споем еще раз, да? Шаббат шалум. Шаббат шалум.